После смерти главного врага российских властей, лидеры оппозиции поспешили от него откреститься. По словам Бориса Немцова, Березовский перестал играть какую-либо роль в политической жизни своей родины. Под конец своей жизни, в общем, не сказать, что он стал нищим, но то, что он разорился, это очевидно. Кроме того, его роль в политической жизни страны в последние годы была равна нулю. Оппозиция никогда не пользовалась услугами Березовского. Было такое негласное табу для оппозиционеров, для лидеров оппозиции на контакты с Березовским. Березовский приехал ко мне в Нижний, когда я был губернатором, и сообщил, что он меня назначил первым вице-премьером. Я ему спросил, а ты кто такой, чтобы меня назначить первым вице-премьером? Он сказал, что я управляю Россией. На что ему сказал, а Ельцин чем-то тогда занимается? Он сказал, ну Ельцин ко мне сильно прислушивается. Комментируя уход из жизни, Борис Березовский у Немцов заявил, что оппальный олигарх поплатился за то, что в свое время помог Владимиру Путину стать президентом России. Его роль стояла в том, что он привел к власти Путина. И это не фигура речи, не абстракция, это абсолютно содержательные конкретные действия. Ну, во-первых, он ему давал деньги. Сам Березовский мне говорил, что он ему дал 25 миллионов долларов на выборы. Во-вторых, он все свои медийные ресурсы тоже подключил для избрания Путина. Он после избрания Путина заявил, что, в общем, скучно стало жить в России, что Володю определили на президентское место, и теперь, в общем, у нас все схвачено, и вся страна вот перед нами, как на ладони. Я ему, правда, сказал, что скучать не придется, и, в общем, до последнего дня он явно не скучал. Путин не мог ему простить эту поддержку, эту помощь и с ним боролся.